3 декабря выпускникам общеобразовательных школ предстоит первое из итоговых испытаний – сочинение. Его результаты определяют и допуск ЕГЭ. Сегодня полупредпрезидент России в Приворском федеральном округе Михаил Бабич в режиме видеоконференции обсудил с регионами подготовку к проведению сочинения и итоговой аттестационной кампании в целом. С каждым годом требования к техническому оснащению пунктов проведения ЕГЭ все жестче. Это вынужденная мера в ответ на ухищрение выпускников, которые, несмотря на запреты, используют модернизированные шпаргалки и другие способы получения подсказок. На видеоконференции обсудили вопросы усовершения темы видеонаблюдения, онлайн-трансляции, оснащения пунктов приема экзаменов глушителями сотовой связи. Все это требует расходов, дополнительных расходов бюджетных субъектов. Суммы достаточно приличные, там от 15 до 35 миллионов рублей. Это в развитии каждого субъекта, в зависимости от численности этих пунктов. Это деньги, которые в бюджете не были предусмотрены, тем более, поскольку они должны быть по статье образования, поэтому надо подумать о целевой субсидиях. В Чувашии, как и в прошлые годы, уже начала работу горячая линия. Для всех участников ЕГЭ действует тематический сайт. В этом году оборудовано 38 пунктов сдачи экзаменов.